Ну что ж, приступим. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Григорий, являюсь представителем из ветеринарной лаборатории Ветхюнион. И я вас приветствую в этот прекрасный понедельник на вебинаре о диагностике и контроле лейкоза животных. Для вас сегодня читает один из выдающихся ветеринарных врачей-терапевтов Паченкова Александра Сергеевна. Желаю вам приятного просмотра. И коллеги, напишите, пожалуйста, в чате, всем ли хорошо слышно, всем ли хорошо видно презентацию. Александра Сергеевна, вам слово. Всем здравствуйте. Как меня уже представили, я Фоченкова Александра. Я работаю в ветеринарной клинике в Москве. Вот уже несколько лет я занимаюсь более подробно хроническими вирусными инфекциями кошек, то есть вирусной лейкемией, вирусным иммунодефицитом и вирусным перитонитом кошек. Эта тема для меня наиболее интересна среди всех возможных, скажем, тем, которые могут встретиться в терапии мелких домашних животных. И именно вирусная лейкемия, мне кажется, самой интересной из этих трех тем. Я бы хотела поблагодарить компанию Вет Юнион за организацию нашей сегодняшней встречи. Почему? Потому что мне кажется очень важным вот эта информация о том, как мы можем проводить диагностику вирусной лейкемии, ну и вирусного иммунодефицита. Впоследствии тоже поговорим об этом. Потому что это первый шаг к тому, чтобы профилактировать распространение этого заболевания. И мне кажется, это очень важно. Давайте начнем. Сейчас мы начнем, секунду. Основная информация. Перед тем, как я буду рассказывать про вирусный лейкоз, вирусную лейкемию кошек, я бы хотела вас познакомить с основными источниками современной информации по ретровирусным инфекциям кошек. То есть про вирусную лейкемию и иммунодефицит. Самая полная, но при этом не суперподробная информация может быть вами найдена в последнем гайдлайне ФП по ретровирусным инфекциям. Он есть в открытом доступе, его очень легко найти. Это то, что вы видите на слайде вот здесь слева. На этом же сайте есть брошюры по информированию клиентов о лейкозе и иммунодефиците. Также можно найти приложение по диагностике вирусной лейкемии кошек. Практическое такое приложение. Это, по сути, дополнение к гайдлайну, в котором более подробно описано, как мы можем диагностировать ВЛК. И наличие этого дополнения, по-моему, особенно подсказывает нам, что есть сложности в диагностике этого заболевания. Но мы постараемся разобраться и на примерах посмотреть, как мы можем определить, есть ли у животного ВЛК и какая форма. Вирусная лейкемия кошек и вирусный иммунодефицит относятся к семейству ретровирусов. Это семейство ретровирусов, это особенные вирусы, у которых есть специфический фермент ревертаза или обратная транскриптаза, что и отличает их от других вирусов и вообще от других живых, если можно так назвать, вирусов, организмов, микроорганизмов. К этому семейству, помимо ВЛК и ВИК, относятся другие недобрые вирусы, такие как вирус эритролейкемии птиц, например, лейкоза крупного рогатого скота, вирусный иммунодефицит человека, про который, естественно, все слышали, вирус опухоли молочных желез мышей, это лимфотропный вирус человека. И, судя по названиям, вы сами слышите, что все эти названия вирусов говорят о том, что эти ретровирусы совсем недобрые ребята и вызывают они очень недобрые болезни. Но плюс в том, что они видоспецифичны, то есть эти вирусы не склонны перескакивать от вида к виду, и это, естественно, хорошо. Эти вирусы тропны к клеткам иммунной системы, что и определяет определенные особенности патогенеза развития таких инфекций, которые они вызывают. Как я уже говорила, у этих вирусов есть особенный фермент, обратная транскриптаза. Он позволяет случиться такому феномену, как встраивание провируса, то есть практически вирусной частицы, об этом поговорим поподробнее, в хромосомную ДНК, то есть в ДНК, в геном клетки, в которой он находится. И это определяет такие свойства, как мутагенность, то есть эти вирусы способствуют развитию мутации в клетках, соответственно, онкогенность. Так как они встраиваются в хромосомную ДНК, если клетка, в ядро которой они встроились, размножается, информация о вирусе передается каждой дочерней клетке, и это приводит к тому, что избавление от этих вирусов очень маловероятно или невозможно. Но благо положительный момент в том, что эти вирусы неустойчивы во внешней среде, хотя бы в этом нам повезло. То есть если бы они еще и были заразны, были бы очень-очень большие сложности. Поподробнее теперь про нашего главного сегодняшнего виновника, это вирусную лейкемию или вирусный лейкоз кошек, филейн лейкемия вайрос. Это вирус РНК-содержащий, то есть вы видите в центре, что у него есть основа, его составляет РНК, правда, она одноцепочечная, на картинках почему-то часто нарисованы две цепи РНК, хотя она там одна. Внутри вируса содержатся три главных его фермента, это обратная транскриптаза, интеграза и протеаза. Они окружены капсидом, и на поверхности этого капсида есть такой антиген, который называется П27. Почему он для нас важен, этот капсидный белок важен, потому что большинство тестов, которые для нас доступны, обнаруживают этот антиген П27. Сверху все это покрыто гликопротеиновой оболочкой, которую вирус берет, на самом деле захватывая участок мембраны клетки, в которой он живет. Жизненный цикл всех ретровирусов, то есть и ВИЧ, и ВИК, и ВЛК, заключается в нескольких стадиях. Перед тем, как мы поговорим про этот жизненный цикл, давайте немножко припомним, как происходят процессы транскрипции и трансляции в живых клетках, к которым мы привыкли, в наших клетках, в клетках кошек и в большинстве других клеток. Внутри ядра клетки есть ДНК, на ее матрице синтезируется комплементарное яйце РНК, этот процесс называется транскрипцией, и уже на матрице РНК с помощью рибосом образуется белок, различные белки, ферменты и так далее. Этот процесс называется трансляцией. Вот практически у всех, кроме ретровирусов, происходит вот так. Особенностью ретровирусов является то, что они из РНК могут наоборот сделать ДНК, и это происходит с помощью вот этого специфического фермента, который они имеют. Это обратная транскриптаза или по-другому ревертаза. Что же происходит? У нас есть вирус, который соединяется с рецепторами на поверхности клетки. Особенности, то есть способность вируса соединяться именно с конкретными рецепторами, определяет тропность этих вирусов к определенным клеткам. И как мы уже говорили, ретровирусы, как правило, тропны к клеткам иммунной системы. Большинство из них способны прикрепляться к клеткам мононуклеарной системы, к лимфоцитам, моноцитам. Вирус прикрепляется к клетке, соединяясь с определенными ферментами, попадает в цитоплазму и раскрывается. Таким образом, в цитоплазме клетки оказывается РНК вируса, его ферменты, и начинает в этот момент работать обратная транскриптаза. Она на матрице РНК создает сначала одноцепочечную ДНК, и дальше достраивается вторая цепочка. Образуется как бы ДНК вируса. Вот это ДНК вируса называется провирусный ДНК. Провирус. С помощью определенного фермента, он называется интеграза, этот провирус встраивается в хромосомную ДНК в ядре клетки. Таким образом, получается, что вирус попал в хромосомную ДНК, и когда клетка в процессе своей стандартной жизнедеятельности считывает информацию со своей собственной ДНК в ядре, то есть в ходе вот этих обычных процессов транскрипции и трансляции, она начинает считывать и провирус, который находится внутри этой ДНК, и таким образом начинает синтезировать РНК вируса. И в ходе этого, в конце концов, синтезируется большое количество РНК вируса, и образуется большое количество белков вируса, потому что здесь, в этом провирусе и в РНК закодированы белки нашего вируса, ликемии кошек, или вируса иммунодефицита кошек. Таким образом, клетка, даже если она не размножается, при этом образует частички вируса, нуклеиновые кислоты и белки, которые собираются в вирусные частицы, то есть собираются все эти ферменты, которые насинтезировались, нуклеиновая кислота в форме РНК, и организуется вирусная частица, которая подходит к краю мембраны, ну, к краю, грубо говоря, к мембране клетки, и путем так называемого бадзинка, обычно без нарушения целостности мембраны клетки, но с захватом его небольшого участка, что придает этому вирусу вот эту гликолепидную мембрану, вирус выходит из этой клетки и начинает там поражать другие клетки. Вот таким образом происходит жизненный цикл всех ретровирусов, то есть и вирусы лейкемии, иммунодефицита, и ВИЧ. При этом клетка, которой находится, вирусы размножается, она не умирает, как правило. И в ходе вот этого жизненного цикла самой клетки образуется очень большое количество вирусных частиц. Если же эта клетка, в которой оказался вирус, будет еще и размножаться, то есть генетическая информация этой клетки будет передана дочерней клетке, то есть вот этого ДНК, то получается, что информация о вирусе будет передана каждой дочерней клетке. И это приводит к тому, что если вирус поражает, размножающиеся клетки, избавление от вируса становится крайне-крайне затруднительным, как правило, невозможно. Про вирусную лейкемию кошек. Эта инфекция распространена по всему миру. Нас особенно интересует, конечно, то, что домашние кошки Фелис Сильвестерис Катус подвержены инфицированию этим вирусом, а домашние кошки есть по всему миру. Нет какой-то, абсолютно нет никакой предрасположенности породной. Все кошки могут быть инфицированы. Помимо домашних кошек, могут также болеть дикие кошки. Этот вирус обнаруживается у тигров, леопардов, пантер и так далее. Он есть по всему миру, так как по всему миру есть кошки. Однако есть единичные острова, на которых он не был обнаружен, что, естественно, объясняемо тем, что острова, они такие особенности имеют, и на них может быть сложно попасть, и вирусу оказалось сложно на них попасть. Но это редкие места, где этот вирус можно было бы невозможно встретить. На самом деле, мало где его нет. Распространенность вирусной лейкемии по всему миру варьирует на самом деле. Примерно от 2 до 5% здоровых кошек имеют вирусную лейкемию. А если вы столкнулись с больной кошкой, какой бы то ни было на самом деле болезнью, вероятность, что вы найдете у нее вирусную лейкемию, может возрастать до 15-20% по некоторым исследованиям ретроспективным данным. Даже до 33% есть данные. Например, если вы имеете дело с котом с кусанными ранами, вероятность, что вы найдете у нее тот или иной ретровирус составляет уже до 20%. Есть некоторые географические различия. Они скорее связаны с тем, что в некоторых странах, как правило, в южных, например, может быть больше бродячих кошек и, естественно, распространение вируса облегчается в данном случае. И также распространенность разный процент связан с тем, что во многих странах, где проводится вакцинация от вирусной лейкемии и уже давно проводится тестирование и изоляция животных с ВЛК, частота распространения вирусной лейкемии значительно снизилась благодаря этим мерам за последние 20 лет. Главным образом за счет вакцинации. Факторами риска, то есть факторами, которые определяют то, что высшая вероятность, что вы у своего пациента обнаружите ВЛК или ВИК, являются следующие особенности. ВЛК чаще всего мы обнаруживаем у животных в возрасте двух-трех лет. Это не значит, что животные, котята не могут иметь ВЛК. Это скорее связано с тем, что, как правило, мы имеем дело с пациентами с симптомами, вызванными ВЛК ассоциированными заболеваниями, которые скорее проявляются в более взрослом возрасте. По большинству исследований чаще обнаруживаются вирусной лейкемии у котов, чем у кошек. Однако, есть данные, где половой предрасположенности, точнее, вероятности обнаружить не было выявлено. Если животное не кастрировано, высший риск обнаружить ВЛК. Если это животное гуляет, однозначно высший риск обнаружить ВЛК. Если кошка контактировала с инфицированной кошкой, вероятность, что наш пациент заразился довольно высокий. В отличие от ВИК, агрессивное поведение между кошками немного, лишь повышает вероятность обнаружения ВЛК и заболевания соответственно. Если вы столкнулись с больной кошкой, с такими кошками, у которых есть гингивиты, какие-то иммунопосредные заболевания, респираторные болезни, абсцессы, кусанные раны, болезни крови, шанс обнаружить ВЛК и ВИК сильно возрастает. И котята, рожденные от инфицированных кошек, тоже, конечно, высоко вероятно будут иметь вирусную лейкемию. По поводу вирусной лейкемии есть такой феномен, как возрастная предрасположенность, а точнее, наоборот, резистентность. То есть определяющим одним из определяющих факторов патогенезии развития этой инфекции является возраст заражения. К сожалению, котята, рожденные от кошек, инфицированных вирусом лейкемии, очень вероятно будут иметь прогрессирующую инфекцию и в течение одного-двух лет погибнут от ВЛК ассоциированных заболеваний. Также котята до четырехмесячного возраста значительно легче заражаются в ВЛК, чем кошки старшего возраста. Это продемонстрировано в ряде исследований, в которых в среду с ВЛК позитивными заразными кошками помещали котят или помещали взрослых кошек. То есть процент котят, которые за короткий какой-то период времени заразился, он был очень высокий, а процент взрослых кошек, которые заразились за тот же по-простому грубо говоря с взрослением иммунной системы. Если не вдаваясь в подробности про это подумать, то скорее это связано с тем, что иммунная система взрослых кошек легче либо элиминирует вирус, либо активнее с ним борется при попадании в организм. Вирусная лейкемия неустойчив во внешней среде, обычно во внешней среде сохраняется в течение нескольких минут-часов, может дольше сохраняться во влажной среде, то есть нужно быть аккуратными с такими возможными источниками заражения, на которых может оставаться слюна, моча или другие секреты, так как влажная среда там вирус может сохраняться дольше. Однако он очень легко инактивируется практически любыми инфектантами, теплом, сушкой и даже обычной мыло легко инактивирует. Выделяется он со всеми практически биологическими жидкостями, однако основным источником является слюна. Также он содержится в крови, слезе, моче, фекалиях, молоке, сперме и через все эти секреты возможно заражение. Каков же основной путь передачи вирусной лейкемии? Основным путем передачи вирусной лейкемии является так называемый nose-to-nose контакт и взаимный груминг. То есть на данном слайде к сожалению мы не очень видим целующихся кошек, но мы можем представить что там происходит на картинке. Когда кошки друг с другом знакомятся, видят друг друга, они подходят и начинают друг друга немножко вот так вот мордочками нюхать. При этом происходит передача небольшого количества слюны и носового секрета друг другу и таким образом вирус может быть передан. Также взаимный груминг естественно один из основных тоже путей передачи. Укусы да это путь передачи возможный один из основных но менее важный чем вот такие близкие полюбовные контакты между кошками в отличие от вируса иммунодефицита который в основном передается при укусах. Также передача однозначно возможна от кошки котятам это происходит прямо на нескольких стадиях то есть это возможно передачи трансплацентарно во время родов с молоком и слюной во время груинга однако чаще всего котята заражаются когда кошка вылизывает конечно котят и с молоком когда она их выкармливает и вирус может быть передан при переливании крови причем даже кошки имеющие скрытую ВЛК-инфекцию таким образом естественно могут заразить других кошек поэтому тестирование доноров несколькими способами даже на скрытую инфекцию обязательно вирус содержится в сперме в других секретах поэтому теоретически возможно при передаче при половом контакте а также теоретически и практически возможно передача через общие миски паилки и лотки однако этот путь передачи менее значим чем перечисленные выше что же произойдет в организме когда наша кошка столкнулась с ВЛК каков будет патогенез то есть что дальше произойдет возможно несколько вариантов развития событий о которых мы сейчас будем говорить подробно и на то как будет развиваться инфекция будут влиять факторы относительно вируса и факторы которые определяются макроорганизмом то есть состоянием нашей самой кошки со стороны вируса будет влиять его патогенность его количество то есть ну например частота контактов между кошками зараженные допустим предрасположены и путь заражения то есть если мы перельем кровь от зараженной кошки вероятность что мы заразим кошку которой не было ВЛК естественно очень высокая не высокая не то что это вероятность это произойдет вот если был какой-то короткий контакт например владельцы нередко задают вопрос когда обнаружили например у кота ВЛК и там не знаю другая кошка подходила и мухала переноску мог ли кот заразиться то скорее всего конечно это маловероятно то есть путь заражения тоже безусловно важен со стороны кошки факторы тоже немаловажные то есть важный возраст как мы поговорили если здоровая взрослая кошка вероятно что она не заразится довольно высокая имеет ли эта кошка сопутствующие болезни не получает ли она вдруг иммуносупрессивную терапию однозначно применение стероидных гормонов может повысить риски заражения испытывает ли эта кошка стресс стресс является фактором который иммуносупрессирует животное а мы с вами наверное вы тоже знаете что кошки многие подвержены стрессу их может приводить стресс практически что угодно и стрессующие животные их можно рассматривать как пациентов в иммуносупрессии какой-то относительно доказано и относительно людей имеющих различные например депрессии да и относительно кошек тоже и особенности иммунной системы иммунного ответа на появление вируса в организме или попытку его проникновения в организм тоже конечно будут влиять выделяют несколько форм ВЛК инфекции вот эта табличка которую вы видите сейчас на слайде на самом деле ну она такая немного устаревшая тем не менее мне кажется все равно актуальная часть кошек будут иметь абортивную инфекцию поговорим подробнее дальше часть кошек будут иметь регрессивную или по-другому скрытую или по-другому латентную инфекцию и они имеют низкие риски развития ВЛК ассоциированных заболеваний и эти кошки как правило не заразны и имеют как правило хорошую качество жизни и продолжительную жизнь есть кошки с прогрессирующей постоянно активной инфекцией и они будут иметь высокие риски развития ВЛК ассоциированных заболеваний и как правило короткую жизнь и есть кошки которые могут иметь атипичную инфекцию или по-другому она называется фокальная это такой тип инфекции когда вирус обнаруживается только в определенной ткани например только в молочной железе или только в глазу но на практике мы скорее всего таких животных мы конечно их наверное может и встречаем но мы их довольно сложно диагностировать поэтому про этот тип инфекции мы говорить особо подробно не будем в основном мы с вами когда имеем дело с животными берем какие-то тесты и имеем какие-то положительные результаты имеем дело с кошкой либо с регрессивной либо с прогрессирующей формы ВЛК-инфекции и именно их нам нужно разграничить как мы будем их разграничивать и вообще что может произойти при контакте с кошкой почему возможно несколько вариантов форм ВЛК-инфекции давайте себе представим такую ситуацию у нас есть инфицированная кошка которая выделяет вирус ликемии во внешнюю среду главным образом со слюной но также с другими секретами в том числе она у нас контактирует с другой кошкой которая не имеет и никогда раньше не сталкивалась с ВЛК не имеет ни антител ни вируса никогда его не видела произошел какой-то контакт представим что это был контакт со слюной допустим кошки вылизывали друг друга грубо говоря дальше развитие инфекции может пойти по трем основным путям первый путь самый благополучный это наша зеленая кошка то есть абортивная инфекция что происходит наша кошка которая столкнулась с вирусом лейкемии вирус попал допустим со слюной в ее ротовую полость но иммунная система кошки сказала вирус уходи отсюда то есть иммунная система познакомилась с вирусом и не позволила вирусу проникнуть внутрь клеток организма мы не будем у таких животных обнаруживать вирус никакими методами то есть иммунная система познакомилась с вирусом вырабатывает большое количество обычно очень высокий уровень антител к вирусу лейкемии но при этом вирус не проник через органы вот этой первичной защиты обычно это лимфатические узлы если мы говорим про ртовую полость в окрасте ротоглотки вот эта защита иммунная происходит на уровне грубо говоря вот этих ворот грубо говоря инфекции если бы это была кусаная рана это была бы реакция со стороны местных тканей и лимфатических узлов того места которое прилегает к месту укуса грубо говоря это и абортивная инфекция то есть повторюсь эта кошка увидела вирус и сказала что вирус не проникнет через барьерные барьерные через защиту которая есть у иммунной системы но иммунная система с вирусом познакомилась выработала с антителом второй вариант развития событий вирус попал в организм со слюной допустим через рот при этом вирус попал в лимфоидные ткани ротоглотки и произошла вирусная интеграция в клетки иммунной системы в лимфоциты и иммуноциты в этой самой лимфатических узлах ротоглотки то есть вирус попал в эти клетки интегрировался в ДНК инфицирован моноциты и лимфоциты и эти инфицированные моноциты и лимфоциты попадают в кровь и распространяются в другие органы то есть развивается веремия при этом иммунная система кошки она да она познакомилась с этим вирусом она позволила этому вирусу попасть в кровь и распространиться по организму но иммунный ответ контролирует распространение этой инфекции то есть Внутри клеток вирус интегрирован, но иммунная система вовремя смогла дать отпор распространению этой вирусной инфекции, и вирусная репликация при этом контролируется иммунной системой, эти кошки развивают со временем тоже высокий уровень антител, однако вот этот провирус, который встраивается внутрь клеток, мы у этих кошек обнаружить можем. И в начале такой инфекции у этих кошек есть виремия, то есть мы можем обнаруживать вирус всеми возможными и доступными способами в начале такой инфекции. Вот развитие регрессивной инфекции, оно возможно, если этот вирус не успел или незадолго после того, как он успел инфицировать клетки предшественники красного костного мозга. Как правило, он не успел или это произошло, вот иммунная система спохватилась незадолго после того, как инфицировали спрогениторы в красном костном мозге. И вот эта форма инфекции называется регрессивной инфекцией. Про тесты мы будем говорить дальше. Третий возможный вариант развития событий. Наша кошка инфицировалась, вирус попал в лимфоузлы ротоглотки, инфицировал там лимфоциты и моноциты, распространился по крови в другие органы, поразил красный костный мозг. В красном костном мозге инфицировал парогениторы, то есть предшественники гранулоцитарного ряда, тромбоцитарного ряда, предшественники моноцитов, лимфоцитов и так далее. Информация об этом вирусе передается каждой дочерней клетке в красном костном мозге. Эти клетки попадают в кровь. Вирус распространяется по всему организму, возникает вторичная эверемия. Вирус инфицирует клетки эпителиальные, эпителиальные клетки всего организма, попадает, естественно, в слюны и железы и в другие эпителиальные клетки и выделяется во внешнюю среду. Вот эта форма инфекции называется прогрессирующей инфекцией. И это кошки, которые будут иметь положительные результаты всех доступных для нас тестов. Это кошки, которые будут иметь самые высокие риски развития ВЛК-ассоциированных заболеваний в течение какого-то времени. Что важно? Важно то, что для того, чтобы определить форму ВЛК-инфекции, нам всегда придется повторять тесты. То есть ВЛК-инфекция, даже если мы вдруг знаем, когда произошло заражение кошки, она может развиваться по двум, в данном случае, двум путям. То есть будет ли регрессивная инфекция или прогрессирующая инфекция спустя какое-то время. И считается, что такой тонкий момент, это произошла ли инфекция прогениторов в красном костном мозге. Это такой важный шажок для того, как будет развиваться это заболевание. И обычно прогениторы в красном костном мозге инфицируются спустя 3 недели с момента инфицирования до 6-недельного срока. То есть спустя 3-6 недель с момента инфицирования происходит инфекция красного костного мозга. То есть спустя 6 недель с момента инфицирования красный костный мозг будет стопудово инфицирован. Вот такое понимание форм ВЛК-инфекции, про которое я вам рассказала, когда делят форму абортивная, регрессивная, прогрессирующая и фокальная инфекция, это немного устаревшая классификация на самом деле. То есть по современным данным и исследованиям, которые имеются, на самом деле все не так четко, к сожалению. И по своему опыту я могу сказать, что все реально не так четко. То есть зачастую бывают пациенты, у которых вы не можете определить форму, вы не можете понять, у нее прогрессирующая или регрессивная инфекция, потому что тесты то положительные, то отрицательные, то этот тест положительный, то другой отрицательный. И это связано с тем, что на данный момент ВЛК-инфекция рассматривается как нечто волнообразное, грубо говоря. Далеко не каждая кошка будет иметь вот 100% прогрессирующую или 100% регрессивную инфекцию, так как иммунная система, она как бы тоже не стоит на месте. И есть кошки, которые могут иметь то положительные, то отрицательные результаты, разный уровень количества антигена вируса лейкемии в крови или провирусной ДНК или РНК. И это связано с тем, что иммунная система по-разному и разноуровнево контролирует процесс вот этой вирусной репликации. То есть вирусная лейкемия – это инфекция лобильная на самом деле, поэтому зачастую, когда вы сдаете тест, вы можете не всегда идентифицировать форму ВЛК-инфекции. Одним из основных методов борьбы с ВЛК является как раз обнаружение ВЛК-позитивных кошек. И очень важным является в этот момент обнаружение, конечно, кошек с прогрессирующей формой ВЛК, которые заразны для других животных. Мне бы очень хотелось, чтобы тесты на вирусную лейкемию проводились всем кошкам хотя бы раз в жизни. Это бы было уже большой победой. И мне кажется, что за последние годы, благодаря доступности тех или иных тест-систем и лабораторий, с этим произошли в нашей стране значительные улучшения, что меня сильно радует. И это один из основных методов по профилактике распространения ВЛК-инфекции. Нам надо хотя бы идентифицировать кошек, у которых эта инфекция есть. Поэтому дальше мы поговорим о том, какие у нас есть тесты и как нам определить, соответственно, форму, регрессивную или прогрессирующую форму ВЛК-инфекции. Ну, раз уж я начала говорить про профилактику, помимо того, что нам надо выявить и изолировать в идеале кошек, имеющих ВЛК-инфекцию особенно прогрессирующую, мы можем вакцинировать кошек против ВЛК. И на самом деле рекомендации по вакцинации кошек от вирусной лейкемии, эта вакцинация должна проводиться всем котятам. Если только заведомо, прям 100% неизвестно, что этот кот, например, живет один и не будет гулять. Если это точно мы не знаем, котенка лучше всегда вакцинировать от ВЛК. И гуляющих котов. Мой личный кот вакцинирован против вирусной лейкемии с 8-минедельного возраста. Он гуляет на даче и ежегодно я повторяю ему эту вакцину. Да, она не защитит его на 100% от ВЛК-инфекции, но она на какой-то процент его защитит. И я верю в то, что это нужно проводить. Естественно, перед вакцинацией нужно повторять, проводить тесты. Потому что вакцинировать против ВЛК кошек, имеющих ВЛК, смысла нет. Правда, это не опасно. Также в нашей практике важно профилактировать распространение этой инфекции на приеме, в стационаре и так далее. И особенно профилактировать распространение этой инфекции при переливании крови. Это тоже немаловажный момент. Диагностика. Кому же мы должны задавать тесты? Я уже говорила о том, что я сторонник того, чтобы проводить скрининговые исследования всех кошек. И это не только я. Это все врачи, которые занимаются заболеваниями кошек, то есть филинологи. Если вы посмотрите справа на данном слайде, здесь такая есть табличка. Это кусочек, вырезанный из истории болезни кошки, как рекомендует АФП заполнять бланк. Историю болезни кота. Карту, по сути. И у кошки, у любой, помимо информации из анамнеза про вакцинации, кормление, условия содержания, откуда взяли, чем болел раньше, должен обязательно настоять информация о том, есть ли у этой кошки ВЛК, нет ли у этой кошки ВЛК. То же самое про ВИК, и когда последний раз проводился тест. Потому что бывают случаи, когда этот тест нужно, естественно, проверить, повторить. Важно, то есть скрининговое исследование должно проводиться хотя бы раз в жизни у любой кошки, даже если она сидит дома, мы должны об этом знать. Если кошка группы риска, то есть она гуляет, есть риски заражения ВЛК, это пациенту, у которого вы обнаружили кусанные раны. Или это кошка, допустим, которая даже сидит дома, но она чем-то заболела, и ей стоит повторить эти тесты. Перед вакцинацией против ВЛК проводим исследование и обязательно обследуем донора. Нет смысла заниматься гипердиагностикой, если у нас здоровая кошка, которая лежит дома на диване, смотрит телевизор, и как бы ВЛК ей негде было взять, а вы уже до этого корректно выяснили, что у нее этой инфекции нет. Смысла таким кошкам повторять тесты, конечно, нет. Для того, чтобы интерпретировать любой тест, нужно оценить риски заражения. То есть это первое, о чем нужно подумать сначала, а высока ли была вероятность того, что у этой кошки есть ВЛК, перед тем, как вы интерпретируете любой тест. Сейчас приведу пример. То есть ко мне на работе могут подойти и сказать, слушай, Саша, вот у меня у кота положительный экспресс-тест на ВЛК, мне надо пересдавать анализ, грубо говоря, и когда? Сейчас пересдать, через три недели пересдать или через месяц пересдать? Что я спрошу у этого человека? Я спрошу, а что это за кошка? Она гуляет или не гуляет? Какого она возраста? Чем она у тебя заболела? То есть в первую очередь нужно оценить, а насколько высока вероятность, что этой кошки реально может быть ВЛК. То есть если мне, там, интерн скажет, что это 15-летний кот, который пришел с жалобами на, не знаю, на рвоту, грубо говоря, и снижение веса, он всю жизнь сидит дома, и тут они взяли ему для скрининга анализ на ВЛК, и он пришел положительный, этот кот сидит дома все 15 лет. Я скажу, ну, ты знаешь, может быть, это ошибка, а может быть, это у кота была скрытая, например, инфекция, которая сейчас активировалась. Повтори такой-то, грубо говоря, тест. Ну, я любой этот результат буду, ну, такого животного ставить под сомнение и пытаться скорее доказать самой себе и интерну, что это ошибка. Или, ну, каким-то образом подтвердить обратное, если риск заражения был возможен. Обратная ситуация, если вы имеете дело с котом, как на нижней картинке, какой-нибудь гуляющий, некастрированный кот, который два года слонялся по улице, и вы сдали ему какой-нибудь, может быть, даже не самый информативный тест, он пришел положительный, и это кот, у которого лихорад, коренит, анемия. Вероятно, что тест, который вы получили, реально положительный, очень высок. Вот это важно понимать перед тем, как интерпретировать любые тесты. Дальше мы поговорим, как мы рекомендуем сдать эти тесты. И будем рассматривать ряд примеров. Перед тем, как мы к ним перейдем, я бы хотела, чтобы вы сами взглянули на эти четыре клинических случая и подумали. Как вы думаете, есть ли реально у этого кота вирусная лейкемия? Какая, вероятнее всего, форма, регрессивная или прогрессирующая форма? И когда вы бы пересдали тесты и какой тест вы бы использовали? Посмотрите на слайд, и я дам минутку, чтобы вы сами подумали. А теперь перейдем к подробностям диагностики. Какие нам вообще доступны тесты? Один из основных анализов, который нам доступен, это различные анализы, которые обнаруживают антиген вируса лейкемии, тот самый капсидный антиген P27. То, что обведено на данном слайде красным кружочком, то есть вот тут он находится, вот тут он тоже находится, вот тут он тоже находится. Что это за тесты? Это любые экспресс-тесты, которые вы делаете в клинике. Это могут быть экспресс-тесты, которые обнаруживают P27 антиген методом иммунохроматографии или методы экспресс-ИФА диагностики. И это тесты, которые вы задаете в лабораторию, которые называются иммуноферментный анализ, то есть ИФА, ELISA. Это один из основных методов, которым мы можем диагностировать, по сути, активную ВЛК-инфекцию. То есть этот тест нам говорит о том, что есть антиген вируса и о том, что инфекция активна, по сути, о том, что есть виремия. Но первичное или вторичное мы не можем одним тестом определить. Среди этих тестов, естественно, они имеют разную чувствительность и специфичность. Именно лабораторный ИФА, который вы сдаете в лабораторию, имеет наиболее высокую чувствительность и специфичность. Хотя некоторые экспресс-тесты тоже неплохие. Второй вариант диагностики – это обнаружение вирусной ДНК или вирусной РНК. Традиционно из ПЦР-диагностики первым у нас появились анализы, которые находят провирус. То есть большинство лабораторий предлагают тестирование, которое обнаруживают именно провирусную ДНК. То есть вот эта вот часть вируса внутри клеток провирусного ДНК. Также есть лаборатории, которые предлагают нам анализы, которые обнаруживают РНК вируса. То есть вот эта вот часть вируса, вот эта вот РНК, вот эта вот РНК, вот эта РНК и вот эта РНК. По сути, анализ, которым вы обнаруживаете ДНК вируса, он не позволяет отличить у этого животного скрытая ВЛК-инфекция. И вирус просто встроен внутрь клеток, но при этом не размножается. Или активная ВЛК-инфекция, потому что этот тест будет положительный и у той, и у другой кошки. А РНК вируса, как правило, обнаруживается все-таки у кошек, у которых вирус размножается. Эти тесты могут быть количественными, так же, как и на самом деле предыдущий анализ, то есть обнаружение антигена вируса может быть количественным. Правда, на данный момент нам это недоступно. Как же предлагается проводить диагностику ВЛК-инфекции? Эта табличка взята из рекомендаций как раз АФП, ретровирусного гайдлайна по диагностике ВЛК и РИК. И диагностика ВЛК-инфекции заключается, по сути, в двух этапах. Первым этапом вам надо определить, есть ли вообще ВЛК. А вторым этапом, сдавая тесты в динамике, вам надо определить, какая форма ВЛК-инфекции вам досталась. Для того, чтобы определить, есть ли у кота ВЛК-инфекция, нужно сдать анализ, который определяет антиген, то есть это ИФА, экспресс-ИФА или ИХА, и анализ, который обнаруживает провирус, то есть ПЦР-ДНК, по сути. С помогательными могут быть такие анализы, которые обнаруживают и РНК-вируса. Это тоже допустимый метод диагностики, просто он не относится к классическим. Поэтому здесь нет его на слайде, но таким образом тоже, конечно, можно проводить диагностику. Просто не относится к рекомендованной, скажем так, на данный момент схеме. И вторым пунктом мы должны повторить тесты, чтобы понять, вирус по-прежнему активен или он ушел в скрытую форму. Что мы видим на этом слайде, который мы с вами уже видели с тестами? Давайте по ним пройдемся. Я вам расскажу поэтапно, потому что здесь у нас не работает анимация, и мы видим сразу все на слайде, поэтому я вам расскажу, как смотреть, чтобы понять, что происходит. Давайте вспомним. У нас была кошка, которая инфицировала другую кошку или неинфицированную. Допустим, первый вариант. Кошка встретилась с вирусом и сказала, вирус, уходи. И выработала антитела. Эта кошка с абортивной инфекцией. Она имеет только антитела. У нее любые тесты, ПЦР, РНК, ДНК, ИФА, любые анализы всегда будут отрицательными. Но она будет иметь антитела. Таких кошек мы с вами видим каждый день, но мы их не диагностируем, потому что у нас нет тестов на антитела. Второй вариант событий. Мы имеем кошку, которая инфицировалась. У нее вирус попал в организм. Вирус размножается в лимфатических узлах местных, например, ртоглотки. Попал в лимфоциты, моноциты. Распространяется по организму. У этой кошки есть первичная веремина. Вот в начале такой инфекции у этой кошки будут положительные, скорее всего, все тесты. То есть ПЦР, РНК, ПЦР, РНК и антиген у этой кошки тоже будут обнаружены. Однако с течением времени, если со временем иммунная система сможет контролировать этот процесс и замедлить, убрать веремию, да, то есть контролировать вирусное размножение и репликацию вируса, эта кошка перейдет в регрессивную форму инфекции. Она выработает высокий уровень антител, который мы диагностировать не можем, но это так. Она может иметь положительный ПЦР, РНК и будет, скорее всего, его иметь. Почему? Потому что вирус уже проник внутрь клеток, он находится внутри ядра клетки, и вот это провирусные частицы ПЦР, РНК мы будем обнаруживать. Но эта кошка будет иметь отрицательный результат ПЦР, РНК и отрицательный результат анализов на антиген. С этой нашей регрессивной кошкой могут произойти впоследствии ряд изменений, потому что инфекция не стоит на месте. Эта кошка может со временем перейти в такую форму регрессивной ВЛК-инфекции, когда вы перестаете обнаруживать ВЛК вообще. То есть со временем у этих кошек ПЦР, который был положительным, может стать отрицательным. И вероятность, что это кошке все равно вирус остался внутри каких-то тканей, она высокая и она есть. И есть исследования, которые говорят о том, что большинство кошек с ревессивной инфекцией, имеющих отрицательный тест, раньше думали, что они полностью эллиминируют вирус, сейчас известно, что это не так, и внутри ткани этот вирус найти можно. Однако риски каких-то ВЛК-соцированных заболеваний здесь будут мизерными. Но, возможно, другой вариант развития событий даже у этой кошки с регрессивной инфекцией. У нее этот вирус спящий может активироваться, и регрессивная инфекция может перейти в активную инфекцию. Тогда у этой кошки тесты на РНК и на антиген снова станут положительными. И с регрессивными кошками такое возможно, и однозначно к этому предрасполагает стресс в применении ноосупрессирующих препаратов и наличие других сопутствующих заболеваний, которые могут поспособствовать активации ВЛК-инфекции. Что важно, вот такие кошки, у которых вы обнаруживаете только ПЦР, ДНК положительные и в динамике так и сохраняются, то есть кошки с регрессивной ВЛК-инфекцией, они, как правило, не заразны. То есть других животных с ними в контакте стоит вакцинировать, так как вдруг активируется инфекция. Однако они имеют, как правило, и хорошую продолжительность жизни, и не заразны для других кошек, что, конечно, несомненный плюс. Если же наша вирусная лекемия инфицировала кошку, инфицировала первичные лимфоциты и моноциты, инфицировала точно красный костный мозг, обстранилась по организму, возникла вторичная виремия с инфекцией эпителиальных клеток, и эта кошка имеет прогрессирующую инфекцию, мы будем иметь положительные все результаты тестов, причем все эти результаты тестов будут положительными и в динамике, и ДНК, и РНК, и антиген. На табличке, которую мы видели до этого, это выглядит примерно вот так, не буду подробно на ней останавливаться, это просто другой формат восприятия информации, может быть, кому-то так будет понятней. Что же с нашими примерами, над которыми я вас просила подумать? Первый клинический случай. Котенок, 3 месяца, взятый из питомника, пришел к нам с лихорадкой. Мало ли почему может быть лихорадка, не только из-за ВЛК. Но мы берем анализ на вирусную лейкемию и обнаруживаем метод МФА у этой кошки антиген-вирусом. Вероятность, что этот тест реально положительный, и этот котенок имеет прогрессирующую форму ВЛК, очень высокая, потому что это котенок. Потому что это котенок нездоровый и пришел с лихорадкой. Но для того, чтобы удостовериться в том, что это не ошибка, которая у любого теста возможна, нам нужно сдать ей ПЦР. Если у этой кошки будет положительным ПЦР, вы подтвердите, что у этой кошки стопудово есть ВЛК, и на данный момент вирус активен. Вам нужно будет пересдать ей тесты в динамике, и ФА, и ПЦР. И если они останутся положительными на протяжении 16 недель, так считается, 3-4 месяцев, эта кошка имеет прогрессирующую инфекцию. Второй пример. Кот, 15 лет, живет только дома. Взят был, да, действительно, с улицы, но больше после этого ни с кем не контактирует. Пришел к вам, выявили, что у него гипертиреоз, сдали заодно экспресс-тест на ликоз, и он положительный. Либо это может быть ошибка, либо это может быть активация регрессивной инфекции спустя какое-то время. То есть маловероятно, что у этого кота прогрессирующая инфекция. Почему? Да потому что этот кот 15 лет сидел дома, он дожил до 15-летнего возраста, и вероятность, что у него 15 лет была прогрессирующая ВЛК-инфекция, крайне мала, потому что кошки обычно с такой инфекцией так долго не живут. Поэтому скорее вам надо перепроверить этот экспресс-тест, чтобы либо доказать, что у этого кота нет ВЛК-инфекции, либо уж если есть, вероятнее, что это активация регрессивной инфекции. Третий пример. Кошка двухлетняя, взятая с улицы, и известно, что у нее котенок погиб от ВЛК-индуцированной лимфомы уже недавно. Пришли исследовать эту кошку. Сдали ей анализом метода МФА на антиген, он отрицательный, сдали ПЦР на ДНК, он положительный. Какие возможны варианты? Возможно, что эта кошка имеет, вероятно, конечно, эта кошка, скорее всего, имеет ВЛК-инфекцию, так как такая история есть с котенком, у которого ВЛК. И тест мы должны доверять тому, чтобы ПЦР-анализ пришел положительный в любом случае. Однако антиген у этой кошки не обнаружили. Почему такое возможно? Возможно, у этой кошки была регрессивная инфекция, которая активировалась во время беременности. Кошка заразила котенка. Дальше она имеет регрессивную или смутную инфекцию. На переходе между регрессивной и прогрессирующей такое тоже возможно. То есть ей для того, чтобы определиться, является ли эта кошка все-таки заразной, какие у нее риски, точно ли у нее регрессивная инфекция. Нужно повторить тесты. С каким-то интервалом, это, как правило, интервал в 1-3 месяца. Повторяя ей тесты, которыми вы можете диагностировать активную или скрытую инфекцию, то есть я бы делала и ИФА, и РНК, и ДНК, вы в конце концов поймете, кошка ли это с регрессивной инфекцией или с прогрессирующей. То есть если у этой кошки в динамике вы все-таки найдете антиген или РНК, то вероятно, что эта кошка все-таки имеет прогрессирующую инфекцию. Если у этой кошки по-прежнему будет положительна только ПЦР и РНК, эта кошка с регрессивной формой инфекции, скорее всего, в период беременности и вскармливания она имела активацию инфекции. Последний клинический случай – это кот двухлетний, который был последний раз на даче 6 месяцев, гулял, а дальше 6 месяцев был в квартире и ни с кем не контактировал. Выступает на прием, у него нерегенераторная анемия, ему сдали ПЦР на РНК, он положительный, ПЦР на ДНК он положительный. Что с этим котом, скорее всего, случилось? Конечно, очень вероятно, что это у кота прогрессирующая инфекция, потому что такие болезни, как нерегенераторная анемия, явно это ВЛК-ассоциированное, как правило, заболевание, и очень высоко вероятно, что это у кота прогрессирующая инфекция. Почему? Потому что риск сражения у него был 6 месяцев назад. Если у него в течение 6 месяцев по-прежнему обнаруживается ВЛК, методами которой находят активную инфекцию, то есть РНК по-прежнему положительный, очень вероятно, что у этого кота на протяжении всех этих 6 месяцев вирусы активны. И он имеет нерегенераторную анемию, и, скорее всего, она связана с ВЛК-инфекцией и поражением красного костного мозга. Поэтому, по большому счету, этому коту можно не пересдавать тесты в динамике. Однако, если это будет пациент, которого вам удастся диагностировать, почему нерегенераторная анемия, как-то ее скорректировать, потому что не все случаи с такими пациентами могут быть некурабельны, вполне такие пациенты могут быть курабельны. Вы можете пересдать ему тесты в динамике месяца через 3, для того, чтобы удостовериться в своем предположении, что у него прогрессирующая инфекция. Для этого вы можете сдать ИФА, можете повторить различные виды ПЦР. И если они будут сохраняться положительными все, то, конечно, это прогрессирующая инфекция. Как мы ведем пациента, у которого есть ВЛК-инфекция? Основное, чему стоит уделять внимание, это стресс, то есть создать условия с низким уровнем стресса для пациента, это контроль сопутствующих заболеваний, обязательно, то есть прогноз для таких пациентов зависит от того, какие сопутствующие болезни у кота есть и можем ли мы их вылечить. И инфекции. Пациенты с прогрессирующей формой ВЛК обычно имеют такую степень иммунодефицита, что они могут быть гораздо более иммуносупрессированными, чем даже по ЦВИК. То есть это пациенты в иммуносупрессии и они предрасположены к различным инфекционным заболеваниям довольно сильно. Обычно пациенты с прогрессирующей ВЛК. По поводу условий содержания. Таких животных рекомендуют содержать дома. Это снижает риски инфекции, контактов с другими кошками. Тоже, соответственно, различных травм и инфекций в том числе. Если животное привыкло гулять на улице, рекомендуют строить им что-то типа котел, как вот на этой картинке, то есть, чтобы кот не сильно стрессовал от того, что его заперли в четырех стенах, но при этом как будто бы имел доступ на улицу. Вот такие рекомендации есть. Важно профилактировать стресс. Рекомендуется использовать готовые корма для того, чтобы снизить риск заражения инфекциями из натуральных рационов. Для снижения уровня стресса однозначно рекомендована кастрация. Кошки, коты клинически здоровые на фоне ВЛК или имеющие какие-то несерьезные сопутствующие болезни обязательно должны быть кастрированы. Их надо регулярно обрабатывать от внутренних и внешних паразитов и их рекомендуют периодически обследовать. Есть прям рекомендации как проводить это обследование, как часто можете почитать в гайдлайнах. Если вы столкнулись с пациентом ВЛК или ВИК, у которого есть какие-то сопутствующие заболевания, какие-то симптомы. Вот как правило это пациент, у которого вам нужно определить каким сопутствующим заболеванием эта кошка заболела. То есть ВЛК и ВИК не являются причиной как правило никаких сопутствующих симптомов. Если у вас кошка с ВЛК с лихорадкой, надо искать сопутствующую болезнь, которая вызывает лихорадку. Как правило это не сам вирус ликемии. То же самое касается вируса иммунодефицита. Для таких пациентов, у которых есть ВЛК, что скрытое, что активное, не рекомендуется использовать иммуносупрессирующие препараты, если к этому нет прямых показаний. То есть естественно могут быть сопутствующие болезни, которые требуют лечения этими препаратами. И тогда вы их должны использовать. Но без необходимости, без диагноза, просто так, какими-то курсами непонятными. Использовать иммунодефицанты таким пациентам не рекомендуется, потому что есть однозначные исследования, которые говорят, что это приводит к росту вирусной нагрузки. Что за сопутствующие болезни у таких пациентов могут быть? Кошки с ВЛК, с ВИК могут иметь заболевания, не связанные с ретровирусной инфекцией. Р-плюс это ретровирус плюс, то есть лейкоз или иммунодефицит. То есть эти болезни могут быть вполне аккурабельны, вполне излечимы, и тем не менее они могут лечиться сложно или долго, потому что это может для пациента в иммунсупрессии. Могут быть проблемы. Тем не менее далеко не факт, что вы их не скорректируете и не вылечите. То есть хранить каждого кота, у которого есть ВЛК или ВИК однозначно не стоит. И опыт наблюдения за такими пациентами говорят о том, что такие животные могут множество сюрпризов для своего врача преподнести. Есть кошки, которые изначально обращаются с УВИДом, обнаружили ВЛК, удается вылечить УВИД, они живут 3-4 года или даже может быть больше. То есть не обязательно не все даже ВЛК ассоциированные заболевания могут быть неаккурабельны. Из ретровирус ассоциированных заболеваний, то есть напрямую связанных с ВЛК или ВИК, выделяют болезни, связанные с иммунсупрессией, то есть различные инфекции, опухоли, как правило, это лимфомы или лейкемии и болезни крови. Болезни крови, такие как анемия нерегенераторная, являются причиной гибели примерно 25% кошек с ВЛК. Ну и есть другие некоторые заболевания, которые тоже могут быть взаимосвязаны с фетровирусной инфекцией. У нас не так уж много времени осталось, поэтому я не буду подробно останавливаться на ВЛК ассоциированных заболеваниях. Наверное, мы можем пройтись по ним более коротко. Сопутствующие инфекции, возможные на фоне иммуносупрессии, опухолевые заболевания, как правило, лимфомы или лейкемии. Есть одно статья, в которой обнаружение ВЛК инфекции показало, что риск обнаружения лимфомы у такого пациента нет, риск развития лимфомы у кошки с ВЛК выше в 62 раза, чем у кошки без ВЛК. У кошки свик выше примерно в 5 раз. Есть такая статья, например, которая показывает. Лимфома или лейкемия, к сожалению, одна из частых причин гибели таких пациентов. лимфома раньше я 5 лет назад все время об этом только читала, сейчас имея опыт наблюдения за такими пациентами в течение нескольких лет, я могу с точностью утверждать, что это реально так. То есть многие пациенты, кого я наблюдаю годами, погибают к сожалению именно от таких заболеваний, как лимфома или лейкемия. Болезни крови. Болезни крови у таких пациентов напрямую связаны с тем, что вирус встраивается в прогениторы в красном костном мозге и по сути нарушает работу этого красного костного мозга, то есть вызывает миодисплазию, миосупрессию, что предрасполагает к развитию нерегенераторных анемей, различных ликопений, тромбоцитопений и патий, а также мутации, которые этих стволовых клеток приводят к развитию онкологических заболеваний, таких как лейкемия или лейкоз и миодиспластический синдром. Из других заболеваний выделяют иммуноопосредственные болезни, такие как гломеролунифриты, иммуноопосредственная гемолитическая анемия, полиартриты, увиты, воскулиты. У кошек с ВЛК может встречаться чаще, чем у кошек без ВЛК, хронический генгивостоматит кошек, однако более характерно это, конечно, для пациентов с ВИП. Хронический ренит, нейропатии чаще всего ассоциированы с лимфомой и другие синдромы. Знание механизма жизненного цикла ретровирусов позволяет понять, как лекарственными средствами мы можем воздействовать на ВЛК или ВИК-инфекцию. Большинство знаний о том, каков патогенез ретровирусной инфекции связано с изучением вирусного иммунодефицита человека, конечно. И большинство препаратов, которые мы можем использовать для кошек с ВЛК или ВИК, это препараты, которые используются для контроля над ВИЧ-инфекцией. Препараты, которые могут блокировать размножение вируса на разных этапах. То есть препараты, которые могут мешать вирусу прикрепляться к рецепторам. Препараты, которые ингибируют этот фермент обратную транскриптазу. Препараты, которые ингибируют синтез нуклеотида. Ингибируют интегразу, которая обеспечивает встраивание провирусов в хромосомную ДНК. И интерфероны, механизм точный, которых до конца не изучен, но предполагается, естественно, что они потенцируют иммунный ответ об этой интерфероны, а также, возможно, влияют на процесс сборки вирусных частиц и бодинга, то есть выхода вирусных частиц из клетки. Однако, если для пациентов с ВИЧ-инфекцией, на данный момент есть схемы, которые позволяют сразу действовать на несколько этапов развития ретровирусной инфекции, то есть и блокировать фермент, и блокировать обратную транскриптазу, и блокировать интегразу, причем вирусы, они приобретают устойчивость к действию этих препаратов благодаря мутациям. И есть препараты следующего уровня, которые могут пациенту с ВИЧ помочь. К сожалению, что касается кошек, исследований по этим противовирусным препаратам не так много, как хотелось бы. Если вы хотите узнать об этом подробнее, есть обзор на эту тему, который вы видите на данном слайде, в котором есть табличка, в которой резюмированы исследования, которые есть по тем или иным противовирусным препаратам на кошках с ВИЧ. Большинство этих исследований, к сожалению, не отвечает нам на вопрос, применение этого препарата безопасно, применение этого препарата снизит риск развития ВИЧ с сервенных заболеваний, применение этого препарата продлит жизнь, улучшит качество жизни кошки с ВИЧ. Скорее, больше вопросов, чем ответов. И многие из средств для терапии ВИЧ-инфекции у кошек работают иначе и могут быть для них токсичны. Поэтому неисследованные препараты применять я бы не рекомендовала. Прогноз это важно. И если раньше информация была примерно такая, у кошки с регрессивной инфекцией прогноз хороший. Риск развития ВЛК ассоциированных заболеваний низкий. Кошки живут много лет, если вирус не активируется. То есть есть риск развития лимфомы, например, но он примерно такой же, как у кошки без ВЛК. А вот кошки с прогрессирующей формой по некоторым исследованиям живут полтора, два, есть исследования где два с половиной, три года. На данный момент эта информация не совсем такая. Даже кошки, которые имеют прогрессирующую форму ВЛК-инфекции, то есть имеют положительные результаты тестов на антиген, на ПЦР, причем положительные результаты этих тестов в динамике могут иметь низкую концентрацию антигена и провирусов в крови. Есть исследование, оно совсем новое, вот это вот, которое наверху, которое я бы посоветовала почитать тем, кто интересуется этой темой более подробно, в котором проводился анализ прогноза в течение четырех лет для кошек с положительными тестами, в которых поделили кошек на две группы, то есть low positive и high positive по тому, имеют ли они высокое количество антигенов в крови и высокое количество провирусов в крови. И выявили по наблюдению четырехлетнему за этими кошками и проводя эти тесты в динамике, анализируя количество антигена и провирусов в крови границу, то есть котов, которая считается разграничивает кошек от low positive, то есть с низкой вирусной нагрузкой до и high positive с высокой вирусной нагрузкой. И выявили вот эту границу, при которой можно сказать, что у этой кошки именно тот вид инфекции с высокой вирусной нагрузкой кошка проживет, скорее всего, недолго, имеет высокие риски ВЛК с сыром заболеванием. И кошки, которые имеют низкую нагрузку и как правило эти пациенты живут долго и много лет и часть из них могут иметь положительные результаты наших тестов на антиген и ДНК. У нас, к сожалению, нет возможности таким образом количественно на данный момент мерить антигены провирусной ДНК. Я думаю, что за этим будущее. Однако, однозначно даже кошек, имеющих как бы по этой градации, про которую мы с вами до этого говорили, о которых мы отнесем к прогрессирующей инфекции, часть из этих пациентов проживут однозначно дольше, чем 2-3 года и мы это видим на своих пациентах. Что повлияет на этот прогноз? На этот прогноз повлияет то, в каких условиях животное содержится и этому тоже есть данные, то есть статьи, которые говорят о том, что именно условия содержания влияют на прогноз. Нужно снижать стресс, животное содержать в хороших условиях, любить, целовать, обнимать. И, конечно, на прогноз будут влиять сопутствующие заболевания. Если вы столкнулись с кошкой ВЛК, с тяжелой сопутствующей болезнью, конечно, прогноз плохой. Если эта болезнь курабельна, может быть даже излечима, прогноз у этой кошки будет лучше. Нужно всегда докапываться до диагноза, искать сопутствующую проблему и уже оценивать этих пациентов в динамике. Какое резюме я бы хотела, чтобы мы вынесли из сегодняшнего вебинара? Важным является шаг, когда вы определяете, есть ли реально у кошки ВЛК, и для этого, как правило, вам нужно сдать два анализа. Обнаружить антиген и обнаружить провирус. Дополнительно может быть обнаружение РНК вируса, но это скорее частность. Дальше вам нужно определить форму ВЛК инфекции, и для этого вам придется пересдавать тесты в динамике. Я бы предложила пересдавать их через 3-4 месяца, потому что если риск заражения был недавно, это примерный срок, когда мы можем отличить, перешла ли кошка в скрытую форму инфекции, или имеет прогрессирующую форму инфекции. Для этого, как правило, мы повторяем тесты, все те же самые, пересдаем их в динамике. И если мы имеем все положительные тесты, это кошка с прогрессирующей инфекцией, если сохраняется положительный только ПЦРДНК, скорее всего, это пациент с регрессивной формой болезни. Прогноз для этих пациентов, тем не менее, будет зависеть не только от того, что вы даже имеете в бумажке, получив анализы из лаборатории, и даже имея кошек с прогрессирующей формой инфекции, прогноз для этих кошек может быть не таким уж плохим. Это зависит от того, что у вас за пациент, с какими симптомами он к вам пришел, какую сопутствующую болезнь имеет, а не от того напрямую, какие тесты вы получили. Вот это я считаю очень важным, и хотела бы, чтобы эта информация вы унесли с собой с этого вебинара. это слайд по поводу исследований, которые нам предлагает лаборатория Витюнион, и на акции, которые есть от этой компании по диагностике ретровирусных инфекций кошек. Мне кажется, это очень полезно, и нужно пользоваться, когда есть такое предложение. и дальше я готова ответить на вопросы, которые, наверное, есть в чате, но, извините, я пока его не вижу. Мне хотелось бы еще раз поблагодарить Витюнион, и потому, что они предлагают такие анализы, и потому, что сегодняшний день у нас, когда нам удалось поговорить про ВЛК, это, на мой взгляд, очень интересная инфекция, и я надеюсь, что вам станет понятнее, или кто-то просто закрепит ту информацию, которая есть по диагностике ВЛК, и новая информация про прогнозы для этих пациентов, мне кажется, может быть интересной для тех, кто хорошо разбирается в этой теме. Всем спасибо. Так, Александр Сергеев, вы закончили, сейчас в чате у нас появилось большое количество вопросов, которые я зачитаю. Так, первый вопрос от Марины Ульяновой. Какой механизм анемии при ВЛК? Так, вы знаете, это очень хороший вопрос, однако мне сложно на него, честно говоря, ответить коротко в рамках сегодняшней встречи, об этом можно говорить, не знаю, полчаса. Примерно 90% анемии на фоне ВЛК связаны с тем, что вирус поражает клетки предшественники эритроцитов в красном постном мозге, и дальше возможно несколько вариантов развития событий, то есть он может просто угнетать эти клетки и они не размножаются и возникает анемия. Так действует подвид вируса ВЛЦ и он приводит к эритроидной аплазии, то есть по сути в костном мозге не может вырабатывать нормально эритроциты, но при этом в костном мозге нету других цитопеней, в крови нет других цитопеней, то есть он не нарушает образование гранулоцитов и тромбоцитов и нету опухолевых заболеваний. Однако возможно и другой вариант развития событий, когда нерегенераторная анемия связана с развитием лейкоза, лейкемии или миелдиспластического синдрома. Когда вирус поражает эти прогениторы в красном костном мозге, вызывает мутации, вызывает опухоль и вы имеете дело с лейкозом или миелдиспластическим синдромом. Вот примерно 90% кошек имеют вот такой механизм. Но кошки могут иметь и сопутствующие болезни, не всегда неизлечимые. Часть анемии на фоне ВЛК связана с гемотропным мекоплазмозом, например, и при этом, к сожалению, анемия не всегда регенераторная при гемотропной мекоплазме. Она может быть и нерегенераторной, и вы можете такого пациента вылечить, например, гемотропный мекоплазмоз, ассоциированный с ВЛК. То есть механизмы разные. Для животных до выявления формы ВЛК после первичных положительных тестов есть ли необходимость использовать АРВТ? Есть ли смысл использовать иммуносупрессию при подозрении на аутоиммунный механизм ВЛК у животных с ретровирусами и регенераторной анемией? Заранее спасибо. Так, давайте первый. Для животных до выявления формы ВЛК после первичных положительных тестов есть ли необходимость использовать АРВТ? АРВТ это антиретровирусная терапия, может быть, для тех, кто не знает. Этот вопрос интересный, он идет на усмотрение врача, то есть вам нужно само принять решение, хотите вы использовать или нет. Однозначных рекомендаций использовать АРВТ обязательно у пациента с ВЛК, честно говоря, нет. Но есть исследования по применению ингибиторов антигразы, ингибиторов обратной транскриптазы и интерферонов. Дальше это личный опыт по сути каждого врача. Я, честно говоря, могу свой личный опытом поделиться. Для пациентов, у кого прогрессирующая форма ВЛК, мы уже много лет используем Ролтегровер. Есть ли смысл использовать иммуносупрессию при подозрении на аутоиммунный механизм ВЛК у животных с ретровирусами и регенераторной анемии? Если вы пациента с ВЛК диагностировали иммуноопосредованную гемолитическую анемию, конечно, вам нужно использовать иммуносупрессивную терапию, потому что иначе у вас пациент умрет от гемолиза. Следующий вопрос. Можем ли мы видеть ДНК про вирус сразу после вакцинации? Нет, не можем. Я этот вопрос тоже подробно изучала, меня он беспокоил, но есть ряд исследований, которые говорят о том, что мы не можем видеть ДНК про вирус после вакцинации. Можем ли мы вакцинировать кошек с регрессивной и прогрессивной формой ВЛК инактивированными вакцинами и против бешенства? Это тоже интересный вопрос, по поводу него честно говоря есть дебаты, какими вакцинами кошек с ВЛК вакцинировать от стандартных инфекций панликопения, кальцивироз, ринотрохиид, например, хламидиоз. Однозначных исследований, которые говорили бы, что вакцины с живым компонентом опасны для таких кошек, нет. На самом деле гайдлайн, который есть от 2020 года, говорит о том, что так как этих исследований нет, мы можем использовать для кошек без признаков иммуносупрессии и ВЛК стандартные вакцины. Я придерживаюсь такого же мнения, то есть мне кажется, можно использовать обычные вакцины. Но это дискутабельный вопрос, честно говоря. И против бешенства вакцинировать кошек от ВЛК можно, однако нужно в данном вопросе всегда анализировать, а нужно ли. То есть если эта кошка будет сидеть дома, да, я понимаю, что мы обязаны всех животных вакцинировать от бешенства, но с точки зрения кошки вакцинации от бешенства кошки, которая сидит дома, возможно, просто не нужна. Если эта кошка гуляет, однозначно мы должны и будем вакцинировать против бешенства. Правда, есть исследования о том, что кошки с ВЛК, некоторые с прогрессирующей инфекцией, не могут сформировать достаточный уровень антител для защиты, достаточной для защиты против этой инфекции, есть прям исследование. Следующий вопрос, сколько по времени можно применять эсэндресс? К сожалению, исследование по ралтогравиру короткое и в нем нет данных о том, как долго мы можем использовать эсэндресс и как это повлияет на прогноз при наличии ВЛК-инфекции. Однако, мы используем эти препараты, как правило, пожизненно. Работая антиретровирусными препаратами, на какие показатели основной акцент и периодичность наблюдений в динамике? С антиретровирусными препаратами по поводу обследования вы делаете акцент в зависимости от того, какие побочные действия может вызывать этот препарат. То есть, по поводу ралтогравира нет данных, что он вызывает, какие-либо побочные действия, а так его метаболизм происходит в печени. Тем не менее, я не видела ни одного пациента с лекарственным гепатитом на фоне ралтогравира. Если вы вдруг используете такие препараты, как зидовудин, однако, его использование при ВЛК тоже дискутабельно очень, потому что есть множество данных о том, что его применение скорее не влияет на прогноз, плюс этот препарат может вызывать анемию. Но если вдруг вы выбрали такой вариант антиретровирусной терапии, есть рекомендации по мониторингу клинического анализа еженедельно первый месяц применения, а дальше ежемесячно всю оставшуюся жизнь. Это скорее актуально для пациентов с ВИК, но актуально для пациентов с ВИК, потому что есть больше исследований по ним, но тем не менее, так как к этому препарату возникает резистентность и так как большинство пациентов с ВИК не требует на самом деле АРВТ. Я обычно его тоже не использую. Можно ли вернуть предыдущий слайд? К сожалению, уже нет. ИХ плюс, ПЦР, ДНК минус, ПЦР, РНК минус. Наверное, это вопрос какая форма ВЛК. Иммунохроматографический тест плюс, ДНК минус, ПЦР, РНК минус. В таком случае стоит подозревать ложно-положительный иммунохроматографический тест в первую очередь. Однако могут быть и ложно-отрицательные ПЦР в зависимости от лаборатории и так далее особенностей методик. То есть в данном случае нужно перепроверить этот ИХ-тест, сдав какой-либо другой анализ на антиген. И в идеале это должен быть лабораторный ИФА или, например, экспресс-тест другого производителя. Встречали ли вы выявление кожного зуда при и проявление кожного зуда при терапии ралтогравиром. Я не встречала, но допускаю, что как любое лекарственное средство теоретически это возможно. про вопрос про ИХ ответили. Следующий вопрос по клиническому случаю, который мы рассматривали. Хотелось бы уточнить клинический случай. Код 2 года, найдено улице, больше контактов не было. По ИХ 2 раза с интервалом 4 месяца положительно, ДНК отрицательно. Тут все зависит от того, насколько информативны вы имеете вот эти иммунохроматографические тесты и насколько информативны и какую лабораторию вы пользуетесь для диагностики ПЦР-методики. То есть иммунохроматографические именно экспресс-тесты, они имеют выше по сравнению с другими тестами на антиген, как правило, шанс и ложно-положительного результата. То есть вам по сути надо какой-то другой анализ на антиген сдать. То есть, например, лучше в лабораторию сирологию сдать. Вот. Потому что если вы делаете ПЦР-ДНК в хорошей лаборатории, вероятность ошибки с этим тестом довольно невелика. просят повторить, какие тесты могут быть положительными в начале регрессивной формы ВЛК. В начале любой ВЛК-инфекции, кроме абортивной, вы можете иметь положительные любые тесты и ПЦР-РНК, и ПЦР-ДНК, и может быть обнаруженный антиген, потому что в начале, если вирус попал в организм, возникает первичная виремия. Благодаря тому, что вирус инфицировал лимфоциты и моноциты, допустим, в области ротоглотки, а они попадают в кровь. Но спустя время, если иммунная система смогла эту виремию погасить, вы будете иметь отрицательные результаты анализов на антиген и ПЦР-РНК, как правило. Из этого правила есть на самом деле исключение, и это кошки с дискордантными результатами, такое тоже возможно, бывает проблема. Но если говорить по классике, то вот так. Какую терапию вы предпочитаете при прогрессирующей форме ВЛК и ВИК, тот же ротогравир? Я лично использую ротогравир при прогрессирующей ВЛК-инфекции. Да, мы используем его давно, с 2016 года. И при ВИК, как правило, я не использую противовирусную терапию вообще, потому что в большинстве случаев пациенты с ВИК имеют хорошее качество жизни без антиретровирусной терапии. Если же я имею какую-то безвыходную ситуацию, предполагаю, что у пациента с ВИК есть сопутствующая болезнь, которую мне не удается взять под контроль без АРВТ. То есть, вот, ну, ничего не поделать. Какое-то сопутствующее заболевание, при котором мне хотелось бы очень угнетать размножение вируса, я использую ситовудин, если к нему нет противопоказаний, а это анемия, по сути. И могу использовать ралтогравир, потому что он, скорее всего, работает, хотя исследований по ралтогравиру именно на кошках и о том, как он влияет на прогноз при ВИК, честно говоря, нет. Есть исследования по влиянию этого препарата инвитра, и он работает. И исследования, конечно, есть по человеку, и на ВИЧ он работает, и на ВИК, поэтому тоже, скорее всего, работает. и не, скорее всего, точно работает. Вот, мне кажется, мы ответили на все вопросы, но если есть еще, я готова ответить. По долутогравиру нет исследований, поэтому я не могу сказать, как он работает. Должен работать. Мы не используем. Я не сторонник использования препаратов, по которым нет исследований. Александра Сергеевна, большое спасибо от всего ВИТ-юнион за интересную лекцию. К нам за это время подключилось большое количество партнеров и коллег. Много вопросов мы получили в чате, что говорит об актуальности теме, о вовлеченности в нее. Также благодарю всех слушателей, которые сегодня были с нами. Если вдруг у кого-то остались еще вопросы по диагностике лейкоза кошек или по акциям, которые действуют сейчас в лаборатории ВИТ-юнион, то присылайте их на почту hellowithunion.ru Мы обязательно на все ответим. А сейчас тогда прощаемся с вами. Александра Сергеевна, еще раз большое спасибо. Было очень интересно. надеюсь, что еще проведем не раз подобные лекции для наших коллег. Спасибо. Всем хорошего дня. Спасибо. Спасибо. субтитры